Еще совсем юные лица, но уже военная выправка и командный голос. На территории воинской части в Шарапово начались третьи юноармейские игры Сергеева-Посадского городского округа. Десять отрядов из окружных школ приняли участие в первом этапе – военно-спортивном. Ребятам предстояло продемонстрировать свои навыки по четырем дисциплинам – строевая, физическая и огневая подготовки, а также сборка-разборка оружия. На конкурсе «Статин и строен. Уважение достоин» юноармейцы показали не только умение ходить строем, но и готовность правильно и быстро выполнять команды своего командира. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова стала серьезной задачей на скорость и ловкость. На матах и перекладине юноши и девушки показали свою силу и выносливость. В цифровом тире им предстояло преодолеть огневой рубеж, испытав меткость и концентрацию. Проходит пока все отлично, ничего сложного нет, третий год участвуем, надеемся на победу. Но все ребята молодцы, как обычно я говорю. А в чем ваш отряд особенно силен? Я думаю, в строевой, в стрелковой. Вот в стрелковой мы показали себя, как никогда. То есть у вас меткие юноармейцы? Конечно. Мы этому учились пять лет. Научились. Показываем все умения. Игры состоят всего из трех этапов. Затем будут этапы «Рудит», которые будут проходить в центральном офицерском клубе. И затем лучшие команды, занявшие первые места по итогу на двух конкурсах, будут выступать на единой полосе препятствий, которые также будут проходить на территории нашей военской части. Лучшими в военно-спортивном этапе стал отряд «Зарница» из гимназии номер 5 имени героя Советского Союза Александра Ивановича Алексеева. Со всеми результатами третьих юноармейских игр можно ознакомиться на официальном сайте Центрального офицерского клуба 12-го главного управления Министерства обороны Российской Федерации «Город Сергеев Посад». Второй этап третьих юноармейских игр пройдет 4 апреля в Доме офицеров микрорайона «Ферма». Владимир Новоселов, Ярослав Акимцев. День города.